Продолжение следует... Простых снарядов, 20 снарядов голдовых, фугасов нет. Ну, для такого калибра они не нужны. Также стоит голдовый огнедушитель на всякий пожарный. Ну и раскраска. Раскраска, не знаю, за голду или за серебро. Прежде всего, если танчик для фана, можно и за голду покраситься навсегда, если он остается именно. Первый засвет такой очень хороший. Сюда вот тоже на эту горку заезжаю. Отсюда полностью просвечивается весь низ, просвечивается какая-то большая арта, если она тупит и не убежала. Ну, урагаши сарты все маленькие, они уже успели смыться. А вот ЛТшки тупо засветились, засветились. Тяжи некоторые, типа кваса. Вот. Тем временем из нашей команды наши тяжики тоже лезут на горку. ПТшки и другая ЛТшка третью линию пытаются держать. Наш игрок пытается еще как-то посветить, но уже ясно, что уже к нему приближается. Нужно отсюда очень быстро дергать. Уже арта прогоняет его своими выстрелами, потому что иначе он его может засветить. И сейчас самое главное не отдаться, выжидать, выжидать, выжидать. Ну и так можно иногда пугать светлечков противника. К счастью, броня у этой ЛТшки нашей, китайской, такая рикошетная. Если особенно на горочке нос поднять. Можно поймать рикошет от 12Т. Но главное не поймать фугас от арты, потому что здесь уже углы наводки, углы брони никак не помогут. А вот 21-й уже засадил в башню, засадил просто в командира снарядиком. И пришлось потратить уже аптечку. Самый лучший вариант, отойти назад, ждать пока тяжики уберут все вот-то вот мешающиеся ЛТ. Счет пока что не в нашу пользу уже. 1-3, но у нас ушли ПТшка, ушел Квас. Две ПТшки и Квас. Потому что у них ушел всего лишь один Халкат. Уже уж еще у нас потеря одна. Ну, хотя не танка был. Вот. Вот первый противник, более-менее серьезный, 34-очка. Не пробивает его наш игрок Куслю. Ну, вот уже пошел дамаг в борт и в борт пробивает эта пушка. Но, к сожалению, мало. Маленький дамаг, слишком маленький калибр. И хоть и высокая скорострельность, но... Альфы не хватает, чтобы высунуться, дать и спрятаться. А если стоять и стрелять постоянно, то враги просто раздамажат. Раздамажат очень болезненно. Поэтому аккуратно, не высовываясь, не отдаваясь, не торгуя жизнями, которых не так уж и много, наш герой потихонечку по снаряду всаживает и всаживает врагов. Ну, и уже полностью горка сдана. То есть ясно, что все, кто туда пошел, просто взяли и слили. Остался там один Тигр П, но... Его пасут арты по-любому. И он уйдет вслед за остальными тяжами. Хоть он еще и отбивается, хоть и помогает наша арта. Вот Хуми любил самую опасную противника 12Т. Но Тигру П уже плохо. Уже нужно ему помогать, уже нужно как-то стараться хотя бы СТшку одну убрать. Потому что Тигра разведут на два фронта, спереди по нему будут долбить. Хеллкат сзади высовывается, 34-ка, жопу насовывать. Поэтому наш герой вылетает, просто с двух выстрелов убирает 34-очку. Здесь еще есть Хеллкат, но от него уже лучше уйти. Потому что смысл с ним бороться, заходить к нему в лоб абсолютно нет никакого. Размен будет явно неравноценный. Поэтому наш герой переходит на центр. Переходит опять-таки на засвет. Потому что по центру прорвались. Тут где-то 21-й стоит под горкой. А тут же ИС, тут же 34-ка, которые только что взорвали БК. И вот ИС прячется. Ему еще можно пробовать накидать, конечно. Если зарядить голдой, как это сделал наш игрок, сейчас туда же можно и пробить. В принципе, тут голда очень даже оправдана. Потому что броня такая хорошая у ИСа. Относительно хорошая для этого танка. И пробивать уже надо. Надо уже как-то тянуть бой. А счет хоть и выровнялся, 7-7. Но буквально он висит вот на волоске. То есть победу от проигрыша отделяет совсем немного. ИС шотный. Его можно спокойно добрать голдой. Опять-таки переключение на голду. ИС высовывается, подставляется. Его нужно добирать. Но у врага есть 3 арты. Причем скорострелянные весьма. Есть еще светлячок, который тоже может проскочить. Может подсветить. Хоть его и держит. Внизу сушка наша. Но все может закончиться очень хорошо. В этом месте поля боя. Герой опять заряжает ББшку. Пошел на 21-го. Для этого туда и заряжена ББшка. А не голда, чтобы спокойно убить. Потому что 21-го нужно убить и обычным снарядом. Не применяя голдовый, подкалиберный. Что и случилось. 21-й ушел в ангар. И сейчас нужно аккуратно-аккуратно спастись от арты. Просто взрывы со всех сторон. Разлет осколков. И спокойно подходить уже к ИСу и валить ИСа. ИС спрятался в домиках. ИС не выйдет на ЛТшку. Потому что тупо боится. Тупо боится трех арт. Ему уже напихали арт. Он уже сильно очень раздамаженный. И для него это будет финалом. Торопится наш игрок. Торопится и засаживает снаряд в стенку. В ворота точнее даже. Кстати, где-то за этим воротом, по-моему, стоит штурмтигр. Вот здесь тоже очень опасное место. Можно случайно высунуть свою жопу и получить снаряд от ИСа. Потому что он эту щель спокойно прострелит. Поэтому сюда лучше не соваться. Наш игрок правильно делает. Он обходит его еще раз сбоку. Но тут уже Хелкат подключился. Тоже отстреливает ИСа. Пока ИСа разводит. Заставляет отвернуть башню. Хелкат дамажен. В общем, ИСу сейчас вариантов нет. Либо он стреляет в Хелката. Его выходит и убирает. Либо Хелкат умирает от ПТшки. И теперь нашему игроку опять нужно что-то придумывать. Как-то убирать этого ИСа из-за дома. Потому что он там засел очень плотно. Его просто так оттуда не выковырять никак. Выходить на него, вылетать в лоб. Это будет смертью. Потому что он может даже шотнуть. Стоять дальше смысла нет. Потому что арта уже свелась. Арта нервничает. Арта очень не любит ЛТшек. Когда они переходят в середину карты. Тем более, если они стоят на месте. Но на ИСа пошел более толстолобый АМХ. Наш герой опять уходит на горку. Скорость маневренности ЛТшки позволяют спокойно менять фланги. Переходить с одного фланга на другой. Вот. И воевать то там, то тут. В общем, там, где удобней. И пока ЛТшка перебегала, в центре умерли абсолютно все. И вот тут начинается самое интересное. Фуловый Хеллкат. Пропустил ЛТ в бок. Пропустил его к себе в тыл. Не заметил абсолютно этого прохода. И за это сейчас расплачивается своим ХП, своими критами. Ну и, по сути дела, своей жизнью и уходом в ангар. Если бы он сразу прижался задом к трупу Тяжика, это кто там был. По-моему, Тяжик был. Вот. Либо к трупам горки прижался бы своей задницей. Все было бы абсолютно по-другому. А так он просто-напросто отдался. Как видим, у нас все трупы внизу в основном. И наверху на горке все трупики остались. Но еще есть 4 игрока у нас. Причем это 3 арты. И целое стадо у врага. Причем ИС выжил. ИС на центре до сих пор живой. Он при помощи своих союзников завалил АМХ. Точнее, АМХ, по-моему, отдался просто сам по себе. В чате начинается уже срач. У Тигра П подгорело. Еще у многих будет подгорать. По ходу пьесы. К сожалению, многое придется замазать. Как и не любит монтаж с замазкой. Кто бы только знал. Начинается в чате небольшая рубня. На тему того, что... В общем, общий смысл этого рубни. Тигра П. Нуб не смог справиться с халкатом. Это общий довольно-таки смысл. Но здесь на Тигра П. На это все будет обижаться. Говорит, что это не он, но это вся команда нубы. Он воевал с халкатом как мог. И вот теперь самая веселая. Фуловая ПТ-шка на горке. И спрет к арте. Причем с 8 хп. И арта ему ничего не делает. То есть 3 арты не могут убить одного ИСау, у которого всего 8 хп. А он спокойно проезжает. Становится в круг. Становится за домики. Светит арту, причем нашу. Арту спокойно убивает. Вражеская арта. Он стоит. Ему ничего не мешает абсолютно. Сзади нашего героя уже догоняет ПТ-шка. Сейчас бы, конечно, убрать ПТ-шку, а потом переходить к захвату. Потому что переть в атаку на ИСа, когда будет долбить ПТ, смысла нет. ПТ расслабилась. Занимается уничтожением арты. И в этом была ошибка этой ПТ-шки. Если бы ПТ убрал в первую очередь Светлячка, бой пошел бы совершенно по-другому. Но а так, у ПТ-шки абсолютно нет никаких шансов против ЛТ-шки. Тем более, что ИС никак не озабочен помочь своему сокоманднику. Арта не прострелит за горку. А умирает он легко, быстро и весело. А следующий у нас будет уже ИС. Он съехал с захвата. Явно, что он бежит добивать. Он не хочет стоять и брать. Тоже очень глупая ошибка. Если бы он стоял и, допустим, просто тупо подсвечивал ЛТ-шку. Это был бы захват, то была бы победа. ЛТ-шка обязана была бы выйти бы на ИСа. И либо заняться с бинь тем захвата. Либо умереть от его пушки. Но а так ЛТ имеет спокойно все шансы победить. Проехаться по центру, не напрягаясь. Дожидаясь врагов. Потому что ИС неизвестно где. Но явно он прет к точке респа зеленой команды. Теперь в чате Ругня сменилась на похвалу, естественно. Потому что счет 11-14. И в принципе, ну, маленький. Но есть шанс надежды, я бы даже сказал бы. Что ЛТ-шка все сделает правильно. Честно, она пытается отсветить ИСа, который бежит на уничтожение. Ну и, собственно, вот он этот ИС. Он не замечает ЛТ. То, что ЛТ очень маленькая, хорошо покрашенная. И явно, что он светится нам много раньше, чем можно светить эту ЛТ-шку. Поэтому ЛТ спокойно его убивает. Спокойно уходит из возможного прострела арты. Хотя, я думаю, ИС его даже и не заметил. Даже при выстреле. Потому что ход расстояния был и небольшой. Но ИС слепой. Неизвестно, какие криты у него там были. А вот так вот делать, блин, я бы не советовал. Ну, реально, можно остаться просто без гуслей. А, кстати, даже если вы вот так не теряете гусли, очень высокий шанс того, что вы их... Точнее, не высокий шанс, вы повреждаете их. То есть, они становятся у вас все ближе и ближе к разрыву. И в следующий раз малейшие кочки хватит, чтобы их уже порвать. Потому что гусли есть свои хп, и когда эти хп кончаются, они рвутся. А наш игрок решает не уничтожать арту, а пройти дальше, пройти к оставшейся последней арте. Потому что явно, что спускаться к арте в речку, уйти к ней в лоб, это очень глупо. И шанса того, что арта промажет малый. Но сейчас уже ясно, что там и арта. А там же и ПТ-шка. И нужно спокойно завалить еще одну арту. Шансы тоже у нее есть на то, чтобы попасть. Тут уже и ПТ-шка вернулась, и все становится очень опасно. Потому что сейчас, возможно, еще одна арта американская уже свелась, уже готовится. Сушка с фугасницей, которая явно пробьет. Точнее, даже это не фугасница, а это 122 мм. Аж герой спокойно по плюшечке раздает по 80, по 70. Убегает от обоих тяжеловесов, которые просто не знают, что делать с такой маленькой подвижной целью. Даже арта немножко в шоке. Пытается на что-то сделать. То есть попадает. Попадает очень болезненно. Попадает на 439. А вот Сушка просто тупит. Не может даже развернуться. Не может арту хотя бы прикрыть. Там, не знаю, пока арта перезарядится. Потому что ХП-то у Сушки хватает. Ну и просто-напросто запускает вот личка к себе в спину. Дальше вы знаете весь результат. Спокойный расстрел и взрыв БК. Последняя арта нашла самое лучшее решение. Она просто тупо встала на захват базы. Не стала даже отстреливаться. Не стала даже уничтожать нашего светлячка. Поэтому он спокойно идет над ее добитием. Ну хотя как спокойно. Наводчик мертв. Прицел огромный. Аптечки уже нет, соответственно. И всего 4 ХП. Вот сейчас даже падение с горки может закончиться смертью. Победой верхней команды. Тем не менее наш герой летит просто на захват. А времени осталось, кстати, минута. То есть очень такой долгий был напряженный бой. Буквально уже последние-последние секунды пошли. Счет на секунду реально. Но ПТ-шку нужно убирать. ПТ-шка где-то на 2-3 выстрела. А вот наш герой этой ПТ-шки даже на сплэш. Хоть он небольшой, это американской арты. Даже в принципе Тарана может умереть. Но вообще свободно завалить. И здесь нужно быть очень осторожным. Наш герой сделал сейчас правильно. Он зашел не с той стороны, где его ждет арта. Он зашел сзади. Потому что явно арта сейчас стоит в кусте где-нибудь. И ждет, что он подойдет напрямую от речки. Ну вот собственно и арта, которая просто протупила секунду. Наверное 2-3. Даже не поняла откуда ее начинают разбирать. Ну а здесь уже результат один. Светлячок сзади. И спокойный расстрел. Спокойная раздомашка и победа. На последних буквально-таки секундах. Там секунд 20 осталось до конца боя. Такой был классный бой. Респект Каду-46 за него. Еще один очень хороший бой на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вступайте в мою группу ВКонтакте. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok